Подруга детства моя, Оля Аксенова, как-то мне прислала видео с комментарием «Вот сейчас ты обрыдаешься». Пух поджигали? Конечно. Поджигание пуха, катание на льдинах. Классный руководитель Людмила Владимировна Корчагина. Она называла «мой плохой хороший ученик». После 40 закрепиться в Москве практически нереально. Задача режиссера, чтобы зритель следил за тем, съест волк «Красную шапочку» или нет. А, нефты. Типа выхинат, да? Ну ладно, бывает в жизни. Ну ладно, я тоже из нефтов, нормально. Вот, я говорю, нормально. Прекрасный район. Ну такое, учат жить, выживать. Ну там, по крайней мере, не оранжерейные ребята оттуда выходят. Первую треть жизни я прожил именно в Омске. То есть там детство, юность, городок нефтяников. Все это, да, это моя малая родина. Поэтому я, конечно, омич. Вот. И это никуда уже не деть, да я и не хочу это девать. Музыка. 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 «Серый волк» — это мюзикл с музыкой потрясающего Александра Зацепина, с которым выпало счастье работать и сделать несколько больших театральных. На самом деле у Александра Сергеевича музыка очень непростая, потому что там очень много синкоп, в которые надо попадать, нельзя рвать слова, надо попасть, надо сделать так, чтобы еще это удобно пелось в этих ритмах таких сбитых, подджазованных. Это же еще и петь надо всегда, надо следить в работе по ролье, чтобы это еще было удобно артистам исполнить, чтобы оно так текло. Ну, это большая радость работать с таким мастером абсолютно. Поэты очень не любят написать музыку, потому что это какой-то определенный размер, и он их как бы связывает, сразу им дается такой. Хотя, в принципе, ведь он пишет первый куплет, он может что угодно делать, это размер любой. Почему я работал до этого только с Дзерденевым, он писал их на музыку именно. Мне все равно, какой размер, какие строчки, только ты не пиши мне все время двухсложные слова, потому что я не английский язык. Но все равно получалось иногда, что действительно, там вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все, по одному слову он находил какие-то слова. Вот так же Сергей ищет все. Ну, ничего, терпит меня, терпит. Страшные огни на исчихи, я могу сдержать удар. Брось вас без обмазки, я в блестящей сказке, чтобы укротить пожар. Где-то пожары наводненья, это ужасно без сомнения. Я только герой не унывает, значит, всех спасает, всех спасает. Для меня, например, самый лучший в жизни отдых, где бы я ни был, но так сложилось, что максимально комфортно я себя чувствовал в Чернолучье, в спортлагере пединститута, куда впервые приехал в шесть лет. Меня родители привезли, вот этот сосновый бор, все вот это. Это для меня такое знаковое место, это мое детство, юность, как вот детское счастье. Для меня это воплощение Чернолучья. И подруга детства моя, Оля Аксенова, как-то мне прислала видео с комментарием, вот сейчас ты обрыдаешься, потому что сейчас там на этих местах, этих спортлагерей нет ничего, там все заросло. Просто заросло травой место наших встреч. Буквально я с трудом по форме сосен угадывал, где стоял наш домик, где стоял домик Гутенева, где был клуб. Все это осталось только в нашей памяти. Но стараясь как-то это увековечить, у меня три спектакля сделаны с режиссером Олегом Глушковым, замечательный режиссер и хореограф потрясающий. Это мюзикл «Все о Золушке», который, кстати, критики музыкальные российские назвали лучшим мюзиклом в российском десятилетии. Потом этой же командой был сделан спектакль «Синяя-синяя птица» в Театре наций, и потом этой же командой был сделан спектакль «Завещание Чарльза Адамса» или «Дом семи повешенных» в Театре Фоменко. Все аншлаговые абсолютно спектакли, но в каждой пьесе вот из этой трилогии упоминается чернолучие. Обязательно в том или ином контексте никому, кто никогда не был в Омске, непонятно, что это. Но оно не тормозит действие, оно вот попадает, и все. Поскольку Олег тоже амич, но он отдыхал в Красноярке. А как вы интегрировали чернолучие вот в эти постановки? А по-разному там, по-разному. А вот как, расскажите. Ну, во все о Золушке, там, например, когда принц встречается с Золушкой, она не знает, что он принц, значит, там такая история, что она вообще думает, что он лесоруб, потому что он лес любит. И они перечисляют, кто что любит, знаете, вот так вот как обнюхиваются. И в том числе любимый запах, он говорит, запах сосны жарким летним днем в чернолучии. Где это, что это, не важно. Десятый класс, это школа 94, городок Нефтяников. У нас была потрясающая классная руководитель Людмила Владимировна Корчагина. Удивительно, она выпустила наш класс и уехала, она историю преподавала. Она в каждом видела и находила личность, и не давила, и не стригла нас всех под одну гребенку. Поэтому у нас класс достаточно интересный по выпуску. И вот она в нас это сохраняла, несмотря на все. Мы встречались на сорокалетие выпуска. Вылетали в Омск. Ну, несколько человек из класса, там не так много уже, но тем не менее, вот мы встретились в Омске, нам открыли класс, мы сели, как кто сидел. И она вспоминала какие-то истории, которые я вот, например, забыл историю. Она говорит, я вела урок истории, приехала комиссия из Аблано, и я решила проявить такое франдерство, такое, и стала рассказывать вам при комиссии из Аблано про культ личности Сталина. Говорит, и ты, паразит, с первой парты вдруг говоришь, а что вы нам про культ личности Сталина? Вы нам про культ личности Брежнева расскажите. 76-й год. Юный диссидент. Ну, как-то она выкрутилась, а я забыл это, она вот запомнила. Но я при этом остался, называла мой плохой хороший ученик. Если вы занимаетесь музыкальным театром, давайте танцем. Есть режущие музыки. Ваши мелканики, если вы не знаете, что вы понимаете, что за чьей, что вы понимаете. Особенности драматургии музыкального спектакля. Во-первых, это просто особенности драматургии, которые не отменяют драматургию в целом. В свое время режиссер Вилькин говорил, значит, задача режиссера сделать так, чтобы зритель следил за тем, съест волк красную шапочку или нет. Хотя он заранее знает весь сюжет. Не даром, что доели на лицо государства. Ну, морда, морда, морда государственная, морда. А так теперь ты составь список лучших женихов со всех окрестных царств и подготовь спортивные объекты. Что смотришь? Свободен, давай, иди работай. Все. Иди. Дети должны от спектакля получать свое удовольствие, но взрослые тоже не должны зевать, смотреть на часы. Ну, когда же домой-то уже поведем это чадо. То есть все пришедшие должны каждый получить свою порцию радости. Взрослые посмеются над своим, над шутками. Типа я женщина бальзаковского возраста, мне ровно 221 год, как бальзаку. Вот, это детям мало что скажет. А дети порадуются всему остальному, каким-то своим вещам, которые для них узнаваемы. Вот, что, о, гаджет, буду котика пугать. Это же все смешно. Царь, батюшка, что ты даешь? Вставай, вставай, вставай. Иди, я убью. Ну, в общем так. Это. Подумал я над твоими словами. Это, прав ты. Нужен преемник. Где будем искать? Ну, тогда, царь, батюшка, мы же твои верные и подданные. Что нам не прикажешь? Все сделаем. Выйдешь замуж. Нет, не выйду. Выйдешь замуж. Нет, не выйду. Выйдешь замуж. Нет, не выйду. Все, что скажу, то будет. Если я вратик, значит я вратик. И попрошу не не возражать. Не возражать. Мой друг Сережа Плотов мне принес этот гениальный материал, на мой взгляд. И я сразу же сказала да. Обычно я беру время на раздумье. Думаю, как лучше, получится, не получится. Тут такой материал изначально. И плюс еще такой композитор, что, ну, просто сразу да. Понимаете? И я сразу понимала, кто будет это ставить. И чтобы это было зрелищно, интересно. И для детей. Потому что наше поколение детей, да, они сейчас все в гаджетах. Они все больны этой историей, да. И вот именно такие спектакли надо ставить, чтобы детей отрывать от гаджетов и привлекать их внимание к сцене, к тому, что происходит. Было, только старичок в короне, это вообще-то мой папенька, царь. А собака страшная, это вообще-то волк. А за кого дают-то, а? За первого встречного. Ну это вообще живого человека за первого встречного? Да. Наверняка какой-нибудь дурак необразованный. А этот, который, ну, дурак необразованный, он ничего такой симпатичный, да? На пожарного, похожий? Да я же говорю, я его не видела. Ну, я в щелку смотрела, но вроде не противный. Ну, а чего тогда замуж ты не хочешь, а? Да потому что замуж надо только по любви. Так во всех книжках написано. А это кто? Вы всегда знали, что вы пойдете по творческой стезе? И что гуманитар... Гуманитарий всегда знал. До 15 лет я, как и положено, мальчику из нефтов, это зимой хоккей, летом футбол, этот сибирский нефтяник. Пух поджигали? Конечно. Поджигание пуха, катание на льдинах, знаете, когда... Еще берег не был застроен левый вообще. А там были такие какие-то картофельные посадки, какие-то бараки, холмы вот эти вот, и ртыш, и ледоход, и было очень здорово кататься на льдинах. Тогда вот прямо вот это все. Весь этот набор джентльменский был. Последний спорт, которым я занимался, был клуб антей такой и фехтование на саблях. Я там дофехтовался до какого-то разряда, и зашел во дворец нефтяников, увидел новогоднее представление, вдруг понял, что я хочу быть артистом, и пошел, записался в народный тюз Творца культуры нефтяников. А там уже и поступил в театральное. Вот это вот как раз спорт закончился, началась богема, тоже начал пить, курить, в общем, и все, и пошла взрослая жизнь, как мы ее себе тогда представляли. Куришь, знаешь, взрослый. Омский драматический театр впервые тогда набрал студию. С первого курса нас занимали в спектаклях, в массовых сценах там, и даже иногда со словами, и разные спектакли. Мы ездили на гастроли, это было очень здорово. Ну, там мы сдружились и с актерами, естественно, потому что, знаете, поездка на гастроли, например, в тот же Екатеринбург, на поезде из Омска со всей труппой не может не сдружить. Не может. Бесспорно. Да. А у нас с собой было. А гастроли были большие по месяцу. Давайте так же, не оригинальничая, попробуем придумать схему мюзикла на любую тему. Лучше взять какое-нибудь известное литературное произведение. Маша и медведь, да? Давайте придумывать этих медведей, потому что открыть нам надо будет тогда с них. Где мы их ловим? Нам лучше их поймать в лесу около своего домика, да, потому что это нам дает возможность той самой желанной массовой сцены. Вот мы когда утвердили, кто все-таки главный, да, мне кажется, что это Маша, потому что без нее этой истории бы не было. То есть, ну, главное событие... Она триггер, скорее, да? Нет, она же... Не важно, что она там, типа, редкостная, неприятная девочка, но все-таки она же ведет за собой весь сюжет. Но бывает история, когда вот триггер появляется в налаженное пространство. Мы должны увидеть, что она разрушила. Конечно, вот сейчас я работаю драматургом, сценаристом. Мне все мои ипостаси, на самом деле, сошлись и пригодились. Как актер я пока пишу диалоги, я за всех сыграю. Как режиссер я это прострою, все. В общем, все, все, все туда, все в копилочку. Я всегда хотел в Москву. Несколько подходов к снаряду у меня было в течение жизни. И, в конце концов, вот последний рывок, это был в 2005 году. У меня к этому времени уже шел один спектакль, к которому я имел отношение в Театре Сатиры. Я уже два года работал на Эхо Москвы. То есть я постепенно сюда диффузировал. И, в конце концов, рванул с семьей дочкой и котом. И вот сложилось так, что удалось. Потому что после сорока закрепиться в Москве кому-то... Это очень трудно и практически нереально. Но тут как-то судьба хранила. Повезло. Спасибо Дому актеру Вескиной, которая меня сразу же... То есть мы в январе приехали, в феврале уже в Доме актера игрался на день рождения Дома актера, и годовщину пожара игрался капустник, написанный мной, в котором участвовали Александр Анатольевич Ширвиндт, Жигалкин и Радзюкевич, Домогаров, Дорогов, Сережа, Шестицкий Сергей. Здравствуйте. Раз, два, три, флора! Ведик Радзюкевич сказал, хочешь няню писать? Говорю, да. А мне все равно, у меня только работа на Эхе была, которая приносила 300 долларов в месяц, из которых 400 надо было отдавать за квартиру. Но об этом семья пока не знала. Я так и рассчитывал, что я что-нибудь найду. Вот я говорю, да. Он привез меня буквально на Амеде. Там я встретился с креативным продюсером канала и этого сериала, Костей Наумочкиным, тоже сибиряком, но он из Бадайбоа, а потом Академгородок. Но тоже наши сибирские. И он мне дал адаптировать серию. Там были такие папки, это же адаптационный проект. Но там мало просто поменять имена с американских на русские. Там реалии меняются очень сильно. И была папка у креативного продюсера под названием «Не подлежит адаптации». То есть те серии, которые, ну, на его взгляд и на взгляд авторов, которые писали уже эти до этого четыре сезона «Няня», это невозможно адаптировать. Вот из этой папки он дал мне серию, сказал, сможешь, будешь работать. Я ее адаптировал. Это был март. В мае я уже работал шеф-редактором этого проекта. Все. И уже не вылезал из-за медиа практически три года. Если ехать от райисполкома на троллейбусе «Четверка» до вокзала, про каждую остановку я что-нибудь да вспомню, где что было. Так получилось. Ну, практически 20 лет там уже. Это такое. Хотя меняется, конечно, все очень сильно. Застраивается, меняется. Облукливается. Очень грустно смотреть на фасады облукленные нефтяников. Когда-то это даже более-менее престижный был район. Сейчас, когда возвращаетесь в Омск, когда вы там последний раз были? Я давно был последний раз. Я был два года назад. По печальному поводу я маму проводил. Все, собственно. Осталась только племянница. Вот в этой квартире. Уже нет ни отца, ни сестры, которая была известна омским искусствоведом Галиной Мысливцевой. Был у меня такой стишок. Глаз был зелен, а сегодня сер. Как ни пышся, подступает старость. На проспекте Мира 47 никого из близких не осталось. Такое. Покидайте тогда. То есть вы найдите там, где вы максимально можете реализовать себя. Потому что, в принципе, смысл жизни в максимальной самореализации. Важно найти, что действительно твое и в чем ты можешь достичь большого уровня. Если это невозможно сделать на Малой Родине, не надо стесняться. Это не лишит вас любви к этому месту. То есть все в порядке. Омск остался в моей Малой Родине. У меня вышел новый сборник, который называется «Проспект Мира 47». То есть я его помню. Просто реализоваться максимально я смог именно в Москве. Если кому-то для этого нужен Питер, то Питер. Если кому-то Нью-Йорк. Welcome. Конечно, у меня дрожат руки, у меня дрожит голос. Но мне сегодня с огромным удовольствием хочется сказать, что лучший текст песен, автор-перевод. В этой номинации победителями стали Сергей Плотов, Алексей Фраздекти, Алексей Кортнев, Кабаре Новосибирский театр «Глобус». Поздравляем победителей! Поздравляем бурные аплодисменты! Ну и по традиции, пожалуйста, пару слов. Я коротко скажу. На первом курсе меня в театральном училище освободили от обязательных занятий с альфеджио, как безнадежного. Поэтому мне особенно приятно получить награду в музыкальном театре. Это как-то логически завершает эту историю. Спасибо! Спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова